МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Похвальба и гордость, без сомнения, смертный грех. Однако есть вещи, которыми не грех похвалиться. Рим хвалится Петром и Павлом. Африка хвалится апостолом Марком. А мы можем хвалиться Андреем Первозванным. Он хоть и не просветил нашу землю крещением, однако предвидел это и предсказал. Сегодня совершается его память. Святой апостол Андрей, родной брат Верховного Петра, человек, который пришел ко Христу первым, причем пришел к нему не с философскими вопросами и не с испытаниями, как к Христу приходили книжники и лукавые фарисеи, а подошел к нему с простым вопросом. Учитель, где ты живешь? Господь ему сказал, иди и посмотри. Андрей пошел, пробыл один день у Христа и с тех пор навсегда полюбил своего божественного учителя. Нужно знать, что перед тем, как уверовать во Христа Спасителя, Андрей был учеником Иоанна Претечи, а значит научился у Иоанна и богомыслию, и посту, воздержанию, и молитве. То есть Иоанн проложил путь ко Христу в сердце этого святого человека. Был он родом из города Вифсаида. Сама Вифсаида не слишком была богата верою, и Господь однажды даже упрекал жителей этого города за то, что они много чудес видели, но не отплатили равномерой верой и упованием. Святой Андрей после воскресения Христова, после неспослания Духа Святого, ревностно взялся за проповедь Слова Божия. И вот здесь уже история нашей земли, и наша личная с вами история прикасается к истории его жизни. По торговому пути из Варяг к Греки вверх по Днепру он поднялся до гор Киевских. Здесь ночевал с учениками, утром поднялся и после молитвы сказал им, озирая эти местности, сказал, что здесь засияет Божия благодать, и Господь Бог возникнет много церквей. Дальше поднялся он выше еще по Днепру и достиг Новгорода со временем после этих длительных переходов, и там тоже молился и предсказывал в будущем построение и существование большого христианского города. После этого Андрею пришлось проповедовать там, где впоследствии возникла вторая столица Древнего мира Византийской империи, Византия, Константинополь. Таким образом, на месте его проповеди апостольской возникли впоследствии славнейшие великие города Константинополь, Киев и Новгород. В свой смертный час апостол Андрей встретил в Патрах Ахайских, в Малайзийском городе, где возбужденные его проповедью язычники доложили о нем, и он был схвачен и приговорен к распятию. Распяли его на икс-образном кресте. Многие апостолы перетерпели распятие, ну, к примеру, Петр был распят вниз головой. Андрея распяли на икс-образном кресте, туго привязав руки и ноги к кресту, не прибивая гвоздями для продления пытки. Святой Андреев зашел на крест, как на кафедру, и несколько дней, три дня, проповедовал с креста Слово Божие собравшемуся народу. Когда правитель увидел, что эта длительная мука лишь способствует проповеди Слова Божия, он хотел снять Андрея с креста, однако тот не хотел лишиться награды и взмолился о том, чтобы Господь забрал его душу на кресте. Так на кресте он и скончался. Андреевский флаг с петровских времен украшен крестом, как раз Андреевским, собственно, икс-образным, и есть флагом морского флота России. Андрея почитают, крепко любят и почитают в Шотландии. Его любят, безусловно, там, где он пострадал, в Греции и Малой Азии. Его любят и православные христиане нашей страны. Имя его означает «мужественный». И сегодня мы хотели бы пожелать не только Андреям, но и всем мужчинам этого доброго, необходимого качества. Наша расслабленная эпоха порождает в мужчинах истеричность, безволие, слабость, женоподобие. И нужно, чтобы мужчина оставался мужчиной. Итак, этого доброго качества мы сегодня желаем всем нашим братьям. А кроме Андрея, День Ангела сегодня празднует еще и Иван. Ждем Ангела, дорогие именинники. Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин